На бесплатном концерте во время Санкт-Петербургского международного экономического форума мы напоминаем о России в такой изоляции, что опять в Питере небось по гостям рекорд поставит, выступит группа чишекомпании Джанго, а вот известной группе звери прилетела птица Абламинго. А все дело в том, по слухам, что солист группы Роман Белык, как и многие другие лучшие люди России, конечно, за мир во всем мире, о чем он не применил рассказать многим, до кого смог дотянуться. И вроде как в этом же сочинении на тему «Пускай всегда будет солнце», гражданин-певец, разумеется, высказал все, что он думает о властях страны от Калининграда до Владивостока, и что, конечно, мы от греха подальше цитировать не будем. И хотя, безусловно, до присвоения почетного звания иностранного агента дело пока вроде бы не дошло, однако, конечно, интересно, что ребята продолжают гастролировать по России, и особенно, как это могло случиться в Питере, но не случилось, работают фактически на государственных мероприятиях. С учетом размаха Санкт-Петербургского экономического форума, с учетом, кто туда едет и что потом могли бы написать, выводы отстранения от музыкального сопровождения группы «Звери» кажутся вполне себе очевидными. Правда, предполагаем, Ксения Анатольевна Собчак все равно будет недовольна. Впрочем, это мелочи, ведь известная дочь известного отца, она как бы не награждена известным статусом, даже вернулась вполне себе нормально в Россию после побегушек через границу. Одно из прибалтийских стран интервью берет разные про то, что ей отказывают в проведении корпоративов задорого, тоже новостей не было. Чего, в свою очередь, не скажешь про кормильца семьи Пугачевых, Максима Галкина, которому недавно отказали в проведении концерта «Дожили» в Казахстане. Человек людям глаза хотел натурально открыть, а тут такое. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор и ведущий канала «Не конец истории». Каждый день, скоро, уже будет два года, вы слышите мой голос, если я не болею, как недавно, и узнаете новости. Но теперь, когда монетизацию в России отключили, а проекту еще и добрые люди прикрутили просмотры, без вас никак. В нашей команде тоже работают люди, которые тоже должны кормить свои семьи. И хотя многие сейчас посчитают, что мы тут все пересядем на Феррари, было бы все так просто. Впрочем, если наберем фото, обязательно выложу. А потому заранее спасибо всем, кто поможет проекту. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику, ведь это не конец истории. Итак, у Максима Галкина продолжаются приключения. Представитель шоумена в Республике Казахстан заявляет о проблемах с организацией концерта юмориста в Алма-Ате, который запланирован на октябрь этого года. И, к слову, подробности прекрасны, ведь, товарищи, внимание, это важно. Но уведомили власти, что будут давать концерты, попросили документы, мол, какие надо подписать, не дожидаясь ни ответа, ни одобрения, и начали продавать билеты. Да только теперь в Казахстане от такой схемы опухли, и начался скандал, потому что такой расклад сильно смахивает на мошенничество. Ведь, мало ли что, а если власти республики откажут, пускай даже и самому Галкину. Короче, куда ни кинь, всюду очевидно, видна рука Кремля. И, мало ли, может быть, поэтому вся семья госпожи Пугачевой уже отчалила из России, об этом пишет Комсомольская правда. Так Кристина Арбакайта улетела в Америку к мужу и дочке. Старший внук Примадонны тоже год как не в столице, и тайно покинула Россию, а теперь шлет всем лучи добра. Каких людей, как говорится, теряем, и это точно не конец истории.